привет ровно половина двенадцатого и мы ровно в половину двенадцатого как я обещала вышли таки в эфир и да привет мариночка привет дорогие дорогие зрители и слушатели я не знаю как вы это делаете как вы общаетесь с гаджетами как раз наша сегодняшняя тема и кстати почему я так заострила внимание что все-таки мы вышли в половину в эфир потому что минут 15 точно у нас были проблемы с гаджетом все-таки отстаем мы немножечко я говорю было бы здесь сейчас моя дочь она бы пришла нажала быстро на кнопку все бы быстро заработала да мы там пока что-то где-то понимаем мучительные это было как мы крутили но мы таки справились мы молодцы а вот похоже и дочь или это сейчас уже нам помощь не нужна и мы справимся в общем опять программа never be alone in berlin и мы сегодня говорим на тему гаджеты да наша тема наш бич сегодняшнего времени у всех родителей у кого есть дети мы все задаемся вопрос хорошо это или нет сколько можно сколько нельзя насколько нужно сколько нужно и марина как мы уже знаем она детский невролог но сегодня я хотела бы предложить марин поговорить с тобой даже не так как как врачом на чтобы это не было вот такой вот длинная темы на поле терминологии да но ты тоже мама правда расскажи у тебя двое детей какого возраста но старше у меня барышня уже абсолютно самостоятельный человек и 19 лет и соответственно младший сын ему 10 лет поэтому опыт общения с детками с гаджетами естественно есть и он разнообразен скажем так понятно и и инга можешь пожалуйста пройти у нас сейчас запись в другом эфире у меня двое детей 9 барышня прошла 14 и я так считаю что у меня оба ребенка в зоне риска когда когда этот самый такой насущный вопрос в 19 лет наверное ты уже не следишь и в любом случае уже наверное я счастливая мама я и у десятилетнего особо имею возможность не следить я иногда проверяю пока слава богу все нормально и давайте мы поговорим об этом потому что основной вопрос который я сейчас буду задавать или на который нужно ответить мне кажется каждому родителю во первых что мы подразумеваем по терминам гаджет что для тебя гаджет что ты относишь к этой группе не ожидала я что сегодня вопросы будут задавать им они для меня гаджет ну это наверное всем понятное определение это какой-то электронный носитель с которым можно выходить в интернет или даже не выходя в интернет можно заниматься какими-то цифровом формате можно обрабатывать информацию и смартфон планшет компьютер сюда тоже да игровые приставки мы сюда тоже добудем относить тоже до отнесли но и наверное вот круг мы определили да дальше давай следующий вопрос я зададим когда первый раз у ребенка в руках появляется что-то из перечисленного очень рано появляется если с моей первой дочкой он появился гаджет вот уже позже я не помню сейчас в каком возрасте но я очень хорошо запомнила что уже у моего сына была первая игрушка пока он еще был вообще в ясенном возрасте еще не мог даже стоять у него была такая пластиковая игрушка в которую можно было ставить телефон закрывать чтобы она никак не повредилась и уже в этом телефоне были игры для такого там нажал домик какой-то там бегемотик лошадка то есть уже в этом возрасте можно было что-то делать но теперь это до года дети могут начинать пользоваться поняла значит давай опять таки я почему начала с того что такой гаджет одно дело когда мы имеем перед собой ребенка который играет игрушкой каким-то ли какой-то электронной начинкой как правило эти игрушки носят функция развивающих игр и вот эта электронная начинка она дает какой-то дополнительный сенсорный раздражитель как правило звуковой да то есть это игры когда ты правильно допустим выполняешь задание соединяешь треугольничек треугольничком раздается когда звук на да то есть это сенсорное дополнение к тому что мы сделали хоть моторная программа выполнили ура ура я бы вот эту часть я не просто так начала что жить вычленила бы потому что это чуть-чуть другой это тоже гаджет да то есть это электронная штучка которая позволяет нам упростить путь обучения развития и так далее то есть гаджет он для чего если он вообще несет познавательную развивающую часть я прямо подошли к очень к двум вещам первое конечно я хотела тебя услышать это такое все мы мама если мы сейчас начнем вести достаточно степени откровенный разговор не пытаясь себя объявить то в какой-то момент год два три всех по-разному берется либо телефон свой либо берется планшет дается ребенку со словами на только замолчи на но не мешай то есть мы должны четко ответить себе на этот вопрос даже не ответить ребенок не может сам пойти в магазин и купить себе телефон смартфон я имею ввиду данном случае планшет компьютер и ноутбук ребята это мы даем детям сами да мы даем кашей кормим да я сейчас именно об этом я о дошкольном периоде и дальше нужно задать себе четко вопрос а зачем мы это сделали то есть если мы это сделали чтобы облегчить себе жизнь и далее этот носитель с мультиком да мы делаем у ребенка формируем чем четко логическую цепочку планшет или телефон равно развлечения а тебе давайте на секундочку вернемся в наш уже не столь юный возраст для чего мы с вами используем гаджеты до развлечения есть но мы выуживаем информацию мы делимся информацией мы обрабатываем информацию жизнь ну я сейчас даже не мы я больше про себя в основном используем эти удобные приспособления не для развлечения а для работы в том числе вот в основном для работы с информацией эта информация может касаться и развлечения потому что поиск билетов поиск каких-то ивентов поиск авиабилетов и так далее так далее это работа с информацией я но чтобы сесть и смотреть ну уже не мультик уже кино ну это я уже конечно скорее телевизор включу это на то есть это чуть-чуть другое аспект но и даже казалось бы развлечения там всякие социальные сети там инстаграм и фейсбук с капитей да да мы тоже не всегда просто так там тупо забиваем голову контентом мы тоже там чему-то уже сейчас об этом поговорим но сейчас даже речь не о нас потому что ты видимо ведешь к тому что когда мы используемся гаджетами мы пользуемся сейчас тавтология мы пользуемся для пользы мы пользуемся для того чтобы облегчить нашу жизнь нет и это польза больше значения тоже пользу то есть это очень такой вот на четко понять для чего то есть если это это изначально было создано для облегчения работы с информацией и если ты ребенку даешь допустим тот же планшет но с развивающей игрушкой если ты им даешь тот же планшет но с шахматом тот же планшет но с шашками тот же планшет с судоку продолжаем дальше в меру своих это одна история ребят и совсем другое когда ты даешь с тем что на только отвяжись потому что когда ты даешь ребенку планшет с теми же шахматами что будет через минуту он тебе прибежит скажет мама у меня не получается давай вместе ну либо скажешь мне это не интересно хочу что-то другое реклама опять таки никто не отменял ли мама рядом если мама рядом и больше на этом планшете ничего мне опять-таки вопрос в возрасте ребят потому что если ребенок с молодых ногтей есть несколько понятий там на насоска это когда выдается ребенку до двух лет планшет да и на на няня это когда после двух лет большому счету вот этот посыл на то только отвяжись и он изначально если вы даете с этим посылом то потом мы будем иметь я так понимаю те проблемы о которых или хочет сейчас поговорить потому что ребенок не дурак и к этому что нужно относиться с открытыми глазами изначально и когда в какой-то момент мы говорим что ребенок нам уже говорит я взял планшет мама и отвяжись от меня и это ребята это зеркало это нужно понимать и понимать чем раньше мы это понимаем чем раньше мы говорим себе стоп сразу скажет я не такая умная не такая вот замечательная мама я тоже даю с мультиками планшеты когда мы куда-то долго едем когда мне нужно но бывает не но но нету время я тоже желаю да это бывает но чаще чаще это правда то есть я стараюсь вот выделку себе взять но чтобы в планшете единственное что я отслеживаю да послушаем это отслеживаю контент то есть какие игры есть гаджете естественно все это за пароль она так что ребенок без меня поставить не может и любой запрос который мама я хочу такую игру он проходит через то что мама вылезает а что это вообще за игра что она под собой несет вот об этом мы сейчас тоже обязательно поговорим да потому что сейчас разбираться в причинах почему получилось там так а не иначе да то есть я со своей стороны тоже пыталась всегда давать детям гаджеты с образовательной точки зрения конечно когда маленькие там какие-то мультфильмы были но там либо на английском языке либо мы там какие-то буковки собирали либо какие-то задания делать в этом отношении даже была такая чокнута и мне казалось любая игрушка все должно быть обязательно с развивающим моментом но как бы я ни старалась все равно в какой-то момент наступает и не знаю там детский сад школа сверстники у них расширяется естественно кругозор и все это идет намного дальше почему я сижу в этих там пускай и скажем скучных шахматах хотя сын живую прекрасно играет шахматы на на гаджете ему это скучно мне кстати тоже я не могу бы заставлять делать то что мне например тоже не интересно без живого собеседника но дело в том что общество диктует диктует друзья они не хотят быть изгоями они хотят там если все играют фортнайт они тоже хотят свое слово по этому поводу сказать хорошо не играют или плохо не все равно хотят это делать и у нас недавно были прямо серьезные битвы то есть они сражались там фортнайт а потом мы сражались с ними дома по поводу этого фортнайта например как убрать если кто-то не знает и зрители фортнайт это такая жесткая игра где прекрасная графика она предлагается создателями совершенно бесплатно ее можно загрузить на любой гаджет и это доступность да когда дети могут загрузить не прибегая там к помощи родителей не нужно ничего покупать и игра действительно я поиграла попробовала она конечно сделана просто ну а чем она тема том что ты бегаешь и убиваешь тем что у тебя выбор оружия там действительно прекрасный график а ты там летишь на самолете ты ездишь на лодках ты ныряешь ты бегаешь строишь дома но этим игра не ограничивается то есть ты прибежал ты должен кого-то убить взять этот дом там еще кучу то есть и мало того ты убиваешь не просто каких-то монстров монстров там даже нет я так далеко не вникала а других участников игры которые по интернету со всех стороны играют в это тоже то есть они образуют там какие-то компании армии свои бегают и но для меня вообще в принципе ужасно что дети бегают убивают и для них это так естественно для меня уже другое на самом деле тут два очень интересных момент откуда у детей на это время это первый момент и второй вопрос ты понимаешь пока вот ты мама которая говорит все же играют мой сын будет изгоем ты поймешь что другая мама которая в общем-то в таком же ужасе от этой игры сидит у себя дома и думать те же самыми словами и третьего сидит и говорит то что ребят у нас как-то уже объединяться мама в конце концов решить до 18 лет кто в этом доме главное и если вы мамы считаете что данная игра не не может быть полезна вашему ребенку но создаете вы тогда я понимаю что это сообщество создать можно но мы не решим проблему с детьми таким образом потому что детей есть и у детей и даже у многих взрослых и разговаривала со взрослыми своего круга общения по поводу этой игры в том числе они говорят мы ничего не добьемся мы просто настроен против себя детей потому что это сейчас как бы и да они играют они каждый чего-то там хотят добиться чего-то доказать мы своими запретами во первых разорвем эту тонкую нить и так если это ребенок подросток и второй момент они говорят и это я слышу очень часто от родителей и их очень много вот в моем окружении приверженцев того что кто мы такие чтобы останавливать технологический процесс то есть если дети играют и если это графика и так далее что в любой игре даже в самый-самый вот ужасный где стреляют они чему-то учатся и если они не обучаются этим навыкам в течение игры и вот вот как они там бегают они потом уже отстают и оправдываю я не оправдываю рассказываю другую точку зрения которая существует ты оправдываешь сейчас возможность для деток играть те игры смысловой контент которых тебя как нормального образованного эмоционального человека не устраивает и дальше вот этот страх порвать нить между ребенком родителя тебя останавливает от этого шага от шага ответственности за развитие и воспитание своего ребенка мы можем говорить об этом сколько угодно до точки зрения разные я не против как тебе сказать я не за запрет пользования играми я за цензуру контента этих игр дальше мы вот эту тему может того сразу закрыть потому что она это с точки зрения опять-таки пользуюсь образованием это могу сказать что это вообще хуже этого придумать сложно да вот расскажи насколько очень большой вопрос кто из деток какой психотип начинает играть в эту игру есть психотип но условно назовем его здоровый очень условно до который школу сходил куча проблем пришел домой куча проблем там мама что-то требует какой-то мусор выносить какие-то полы пылесосить у папчат спросил папа занят ему там не дозовешься взял в руки ружье ружье в этой игре абсолютно не включая ничего не чувствует энергию вот это вот отрицательно которая скопилось выплеснул и пошел спокойно баньку друзья это очень большая редкость то есть это скорее такой же взрослый возраст когда ты знаешь что тебя такое может успокоить чаще наоборот вот даже сейчас я должна перебить опять на конкретной этой игре фортнайт почему она у нас какое-то время было хотя я понимала что там даже сложно подожди я я нет нет подожди вот что мне говорила дочь когда говорил как ты можешь в это играть и объясняла все то что ты сейчас говоришь она говорила мне вообще все равно какая-то игра и я в ней играю не потому что я там могу кого-то убить а потому что там происходит общение со сверстниками мы смеемся мы говорим со всем миром на английском там где-то на французском то есть присоединяются где я тебе о том что у них родили не горючая цента возьмут но игра именно в эту игру они все хотят играть именно в эту игру она бежит и ждет она год мне уже написали те-то 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 сейчас мы включаемся все вместе начинаем играть я не сложен в этом отношении социальная какая-то я сейчас не могу сказать чем можно заменить просто потому что мы играли такой эти игры не играют по одной простой причине у них нет на это время на вот эти игры на общение со сверстниками в игровом пространстве у моих детей нет времени они раб общаются с детьми в живом пространстве это отдельная история я понимаю что мы сейчас можем ломать копии тогда этот то что это можно организовать я знаю я даже не буду вот в этом никак но если дети до опали в компанию которая в основном общается в игровом пространстве я еще раз повторю и я настаиваю надо на этом что тогда родителям нужно вникнуть в эту проблему найти такую игру которая будет устраивать и по графике и по содержанию ну вот смешно но именно так и произошло то есть я очень долго на это смотрела понимала что меня это не устраивает мало того еще мелкий тоже подсел потому что ему надо делать то же самое что и старший а помимо этого начали уходить денежные средства на игру я тебе говорил что создатели они в принципе на крючок бесплатно стиловит но чтобы покупать амуницию какую-то там себе одежду меня это все надо было уже покупать дополнительно я им пыталась объяснить что это специальный развод и вы вот просто не понимаете и сколько вас таких в общем в какой-то момент у нас так все это достало что мы просто убрали эти приставки мы запретили и как-то постепенно это сошло на нет но сейчас вот например у нас дочь она постоянно играет в тетрис еще в тот старый добрый тетрис который начали которые играли когда-то мы то есть тут нам все понятно я в этом даже вижу какую-то но пользу может быть быстро вот это вот быстрота реагирования как нам быстро повернуть и куда все это да но это все равно какой-то вид зависимости до любой свободный момент она начинает не читать книгу а вот играли же опять таки вот мы вернемся к тому что чтобы мы не говорили на формирование интересов ребенка изначально на родителях и если в какой-то момент ты правильно говоришь если оно уже случилось друзья но будьте готовы если оно уже случилось то с каждым годом с каждым бог с ним с годом с каждым днем поворот назад поворот к тому как она ну я смеюсь сейчас в рамках этой передачи сказать должно быть будет все сложнее и сложнее и здесь опять таки я сейчас буду говорить очень жестко это ответственность внутренние нас как родители то есть какой-то момент сказать стоп какой-то момент и чем дальше тем более болезненный вот этот шаг будет в отношениях родителей ребенок невозможно зависимостью расстаться легко его невозможно зависимости расстаться если у тебя нет внутреннего если не пришел к тому что это плохо конечно если ты внутренне пришел да мне это плохо мне нужно тут даже не в детях на кажется не без зависимости проблемы потому что сейчас я сижу и сама пытаюсь себе честно ответить на этот вопрос и вот вы тоже постарайтесь это сделать мне кажется это не только у меня так если мы у ребенка это забираем то скорее всего мы должны дать что-то взамен не берега замена дань как минимум свое внимание какую-то альтернативу что мы могли бы делать вместе то что ребенку интересно да да то есть как меня все вместе почитать включить по телевизору нужную передачу что-то обсудить пойти погулять что-то построить сын во всяком случае это вот прямо на ура будет до вас примет с дочкой там с подростками уже другое дело совсем но просто вот я сейчас себе задаю вопрос а как часто я хочу это делать да потому что у меня запланировано кучу вещей и естественно я не хочу мне проще когда ягода нет я у нас приблизительно представить так он приходит из школы я хочу играть я говорю но ты же знаешь что на неделе мы не играем играешь только по выходным только в определенные часы но каждый раз ребенок пытается пробить эту брошь каждый раз пытается там пролезть тогда можно я посмотрю вот телевизор но сейчас очень интересно кстати советую всем кто еще не знает а4 это русский парень со своей команды делает у нас раньше была об агэдэйка это конечно намного круче чем об агэдэйка я посмотрела несколько выпусков да там они действительно делают что они из каких-то квестов выбираются рассказывают что и как там 28 миллионов подписчиков у этих ребят молодых каких-то прям до урганта мы его узнали а дети узнали давно да и в принципе знаешь это конечно не бог весь какая информация там на тебя сыпется познавательная но во всяком случае я вижу что это не вредно я говорю да ты можешь если ты устал после школы там или ты уже сходил на футбол и сил нет конечно как-то глупо говорит там садись стихи учи или там книжки читай ну ты можешь посмотреть посмотреть выпуск там дата он там 20-25 я не против мультиков вот поверьте я не против друзья но только не на два часа я вам честно скажу когда у меня перегруз грузов голове вот перегруз я беру включаю какой-нибудь ну что-нибудь очень такое тупое тупое условно всякой сериала 10 к свадьбе там девочки меряют платья со свадебной но понятное что мне тоже не актуально и так далее красивая картинка без смысловой нагрузки вот у меня просто мозг совершает такую как перезагрузку правильно это неправильно об этом можно но я вот знаешь вот для меня это очень хорошо в чем это так и называется что ты смотришь ерунду смотрю мне нужно отключить мы а я так вот сына смотрю сериалы какие-то вот такие детские полудетские для меня там куча юмора взрослого например там детство шелдона да просто прекрасный как растет гений в семье и какой там семьей там справляются сын смотрит я смотрю в обнимку то есть все прекрасно в этом в этом смысле как отключать мозг я вообще спицы нет я потому что когда к вам ребенок подходит сильно сломал я устал можно я вот посмотрю мультик там или передачу особенно если вот это такая идет направленность то есть зачем я с этого начала зачем ребенок берет вот это в руки зачем ребенок включать телевизор то есть если это совершенно четко и как правило вот и по себе по своим детям как только вот это вот проходят то есть как правило это максимум полчаса он сам это выключает но я сейчас уже про серёж потому что они мне уже большая там там не до гаджета нас конечно не выкладывать сам выключает идет дальше а ему становится он еще дальше делать что и выгодно либо него либо рисовать ну а дальше если мама его вдруг увидела идущим по квартире то соответственно садится чем-нибудь заниматься надо быть хорошей мамой когда мы возвращаемся к этому не у всех так получается и не время и не всех есть желание у всех есть желание когда есть желание это отдельная боль когда желание есть но ты словно с ребенком вот его в школу отправил 5 часов вечера блин там желание только упасть где-нибудь вот там поставить ты приготовила ужин там и чтобы никто не трогал другая история желание другие все-таки уклонились от темы про раджеты все-таки польза или бред надо или не надо хорошо вывод все-таки я скажу просто свою позицию вот вот нет подожди вот с точки зрения людей которые мне говорят мы не вправе тормозить прогресс то есть для многих если у ребенка в руке телефон да и они говорят вообще не важно что делает пускай делает так ребенок развивается я против этой позиции просто потому что мы не тормозим этот прогресс если мы направляем ребенка использовать гаджет ну я уже наберусь наглости скажу правильно то есть как мы используем телефон мы по нему звоним мы переписываемся чата то есть нам нужно получить и обменяться информации мы на сам кучу приложений которые нам облегчают ежедневную жизнь смотреть играть по телефону я искренне считаю что он не для этого мои дети не имеют каких-то ну есть несколько опять таки игр которые мы используем дороге потому что хорошо хорошо не игры вот сейчас практически поголовно все девочки вот подростки там начиная там не знаю тоже нам с 9 если не раньше лет увлекаются вот этим тик током до этого как-то еще по-другому назывался когда играет музыка они что-то там под него открывают рот танцуют потом это выставляют оценивают ждут лайков ну то есть такой продвинутый инстаграм я бы сказала да если в инстаграме просто картинка и что-то пишет там все фотографии там с утянутыми губками там и все такое то тут они просто еще вот поют и танцуют вот это поле лично это же тоже давай с тобой все таки вот я я скажу свою позицию сначала чтобы мы с тобой могли была точка опоры потому что нет правил давайте договоримся что правил нет как таковых нет книжки где бы кто-то провел двойные слепые плацебо контролируемые исследования на дети взял контрольную группу вообще без гаджетов и так далее так нет все что чем мы говорим мы делимся собственным опытом потому что кто не знаю а это я могу сказать только об одном на мой взят и две крайности первая крайность это который сейчас озвучила ты когда это вседозволенность я ее назову так и второе это когда гаджеты зло нельзя вот я опять-таки считаю что середина истина где-то посередине причем она тоже вполне объяснимо когда мы говорим ребенку гаджет это зло а потом ему в школе первом классе у них первого четвертого говорят что нужно сделать презентацию дружок но согласитесь это достаточно степени странно то есть как бы нельзя но как бы вот нужно активно использовать в учебе и называя вещь своими именами в настоящий момент вот у нас у взрослого поколения уже давайте говорить самое ценное что у нас есть это наше время и все наши электронные устройства все наши гаджеты нацелены главным образом на одно на экономия нашего времени на достижение до получения максимального объема информации в сжатое количество время отсюда наш с вами неврозы депрессии так далее это отдельная история вот но ребенок если он придет я даже не знаю что насчет старшей школы наверно уже раньше не умея не имея навыков общения на ты с техникой назовем это уже так с техникой то но он будет не успешен он потребует понять лишь он догонит но ему придется догонять это тоже не очень здорово поэтому если мы начнем относиться к гаджетам как техники мне сейчас понравилось это слово наверное она наиболее близко к моему пониманию это приборы и их нужно использовать они становиться от независимыми я главное я знаю для чего мне нужно я пытаюсь научить своих детей этому отношению это вот еще совершенно искренне не потому что я хорошая плохо я выбрала как мама ответственно с папой вместе мы выбрали этот путь общение с гаджетами для себя экстраполировали дальше нас на своих детей больше скажу так получилось что период активного взросления моей дочери пришелся именно на переезд и она была настолько загружена в учебе вынуждена загружена что не было времени то есть я ей говорила таня поставь фейсбук там много интересной информации она на меня поднималась когда знаете я лазила сама искала для нее там какие-то там волейбол находили там танцы находили у нее не было времени даже поискать это тоже по вопросу о том что если вы считаете что ваш ребенок часто сидит телефоне даже если вы не можете с ним взять его за ручку и пойти накидайте ему дополнительных занятий и это так просто накидать занятия я не знаю у тебя выглядит все очень вот так вот гладко у меня например нет я не могу своей дочери ничего накидать то есть она скажет у меня столько занятий у меня в школе столько всего но когда я захожу в комнату она играет и всегда может объяснить что она сейчас делает паузу или еще что то то есть я вообще отгородилась от этой части жизни потому что я понимаю что я никакое влияние там оказать не могу то есть забирать телефон она говорит почему-то меня вы забираешь я сейчас готовлюсь у меня сейчас конференция с одноклассниками мы делаем презентацию там по биологии я прихожу она там в инстаграме или в том же самом тик токе игры ты же сказала что тебе телефон уже где работы я сейчас делаю паузу а потом через пять минут мы опять созваниваемся я не могу стоять как стражник и не могу следить что там происходит я просто говорю то что я вижу когда я не могу повлиять но здесь очень просто нет не просто это я вообще не это не просто на эти могу сказать что ты сейчас говоришь для меня те слова которые на мост от мама не должна вообще даже думать ну-ка ну-ка что не имеешь влияние на своего ребенка ты это вообще у тебя в голове этих слов не должно быть расскажи вот в данной ситуации как эти привела мне сложно сказать потому что как тебе сказать то что как бы я себя повела это мой психотип понимаешь моя ответственность перед тем что у нас все давайте так свои страхи вот свои страхи у меня свой страх я четко понимаю что я как мама как родитель до 18 лет ответственно за своего ребенка . у меня нет тут вопросительно знаков я скорее всего делаю очень много ошибок в этом пути потому что это диктатура родителей с конечно достаточно свободная то есть но то что это диктатура родителей мои дети знают с молодых ногтей и когда ты в этой атмосфере растешь что мама знает лучше условно да когда тебе 5 6 и 7 лет это принять город гораздо проще чем 14 15 и так далее но это после в нашей ситуации уже вообще не по этому да но вот входят а потом она естественно по мере взрослению деток она все больше больше смывается но там уже проще становится потому что начинаешь общаться уже высказываешь свое мнение ребенок высказывает свое мнение про таню если она не совпадала с моим когда ей был 14 15 16 17 я и аргументировал свою позицию дальше за на не согласно я его слушал верно не согласно извини но делать мы вам так как я сказал и мы делали так как я сказал чтобы я сделал в твоем случае конкретно опять-таки я про себя ты скажи ребятам говоришь даже не знаешь предысторию вот ты сейчас расскажешь у тебя все гладко и логично у нас у нас немножечко по-другому то есть когда у нас была жесткая диктатура это тоже как бы для меня было всегда бесспорным единственным возможно нет это в любом случае ты с ребенком по моему соблюдать горизонтальную иерархию просто невозможно ты всегда ты всегда родитель да это всегда знаешь лучше это это понятно но в какой-то момент когда ты говоришь ребенку что вот сейчас надо готовиться сейчас надо заниматься у тебя там контрольную тебя и то и все ребенок не делает ребенок не слушать ребенок это я сам знаю как в какой-то момент ты говоришь файн тогда это твоя жизнь и мы с тобой понимаем согласно что если ты хочешь закончить гимназию это твой выбор она горит а это мой выбор я хочу закончить но я это буду делать так как я хочу если ты не заканчиваешь нет ты понимаешь опять таки вопрос тут наверное намного дальше чем гаджеты и все это вообще вопрос наверное даже менталитета потому что если я разговариваю таки с людьми из россии там абсолютно строго и понятно что всем надо закончить гимназию что надо закончить и поступить в институт и надо выучиться получить образование я пересмотрела это для себя и уже пару лет как и то же самое произошло с большим кругом моих знакомых месяц кстати будет интересно если в комментариях напишут кто тоже пересмотрел я поняла что и кстати петрановская говорила о том же то есть вот этого началось у меня переосмысление что не важно чем занимается ребенок и куда он идет важно чтобы он получал положительные эмоции был счастлив и то же самое я понимаю по себе да что если меня что-то заставляют и говорят ты должна там я не знаю стать или тебе вот хорошо бы стать там врачом или юристом а ты хочешь при этом рисовать или не знаю собирать яблоки и при этом чувствуешь счастье то ничего это учеба не даст у нас куча людей с высшим образованием которые чувствуют себя несчастными кто-то позволил себе когда-то поменять это вот эту вот лыжню на которые поставили с детства кто-то петрановская миллиона пять примеров когда она говорит родители пока могли своим вот этим вот родительским заставляли заставляли куда-то ввели но со второго курса когда дети уже действительно взрослые они уходили и говорили это мне интересно я это делать не буду я всегда хотел делать то и вот чтобы этого избежать я сейчас решила что я со своей дочерью я не буду ее заставлять и не буду заставлять заканчивать гимназию я не буду заставлять ее поступать в какое-то высшее учебное заведение потому что сколько было переговорено сколько было объяснено какая возможность и какой потенциал у людей там с высшим образованием скажем да как а какой вообще мир становится с этой точки зрения какой мир становится если ты все-таки поехал собирать яблоки это сделал своей жизнью она это уже понимает и она хочет если она хочет и это уже ее амбиции закончить гимназию стать каким-то ученым там я не знаю кем угодно то тогда я говорю ты это понимаешь ты хочешь дела я тогда вмешиваться не буду потому что не получается так что ты говоришь я хочу а мама тебя при этом заставляет и водит за ручку понимаешь сейчас ты учишь это сейчас ты это а сейчас отдай мне телефон да вот это тот самый случай когда я сказала одно а то слышала другое вот типичная абсолютно типичная картинка потому что в твоем случае уж если хочешь вот конкретики давай конкретику когда ты заходишь к дочке говоришь ты должна там заниматься да потом ты заходишь или что она не занимается а с девочками в тик ток записывай вот чтобы ты поняла что означает диктатура для меня покажи что вы записали так что вам нужно смотрю тебя звук не совпадает с движениями посмотри значит нужно музыкальное образование добавить какое-то чтобы это было красиво и нужно вот это вот добавить я против стрелялок но если ребенок не берет то что ты ему делегировала там надо заниматься математик вместо этого выбирая запись видеоклипов танцы спорт продолжать за меня друзья но это же здорово и дальше мы с вами должны опять таки в чем диктатура о которой я говорю я не дам моему ребенку сидеть стрелялки . вот диктатура понимаешь а вот это вот дальше то о чем ты говоришь the welcome the world of war у них ну ну блин ну ребят ну чуть-чуть откройте вот я просто там такая уйма вещей которыми с моей точки зрения занимаются подростки и это все фигня это фигня и когда на уровне сейчас секунду подожди пожалуйста мы сейчас ничего не получишь когда мы извините небольшая проблема у нас выдавали ты пока продолжай рассказывать я сейчас поговорю небольшая проблема элечки сейчас она и решит я пока продолжу разговаривать с вами о том что заполнить время своего ребенка чем-то другим они гаджетами это труд с нашей страны это с одной стороны и и с другой стороны это конечно же наше саморазвитие об этом тоже нельзя ни в коем мере забывать и страх в том что я сейчас запрещу ребенку чем-то заниматься потеряю свое влияние ребенок начнет избегать меня это конечно же достаточно степени страхи наши наши родительские но я искренне считаю что не надо свои страхи перекладывать на деток это очень и очень важно это наш с вами тоже ответственность а вот и всякое бывает в этой жизни мы как родители мы у руля этого корабля поэтому мы рули на самом деле очень много того что есть в скажем чем подростки начинают заниматься до те же вот и клипы там и есть это всегда можно сделать я согласна неважно кем ты будешь но главное быть профессионалом то есть это опять таки то что я пытаюсь своим деткам да то есть если мы чему-то учимся мы стараемся сделать это на максимум своих возможностей то есть там и тогда это прямо у тебя всегда идеальное развитие вот как-то сценария я вот вижу ну вы наверное сейчас обсудили пока мне не было вижу что очень много действительно пустого глупого контента понимаешь если бы вот было так как ты говоришь делают и совершенствуются я бы тоже была за очень много какого-то пустое вот в порожне понимаешь даже те же самые инстаграм которые выкладываются я я просто думаю может быть и динозавр да потому что мне кажется можно сделать лучше как ты говоришь там улучшить свет улучшить надпись улучшить еще что-то а мне говорят а сейчас все делают так сейчас все фотографируют себя например в зеркало чтобы не было видно головы и была вспышка и пишут какой-нибудь там юху да и все но опять таки я думаю ну действительно кто я чтобы сейчас им рассказывать как надо делать это все равно что мне моя мама сейчас раз если ты не специалист то но может и и не надо туда соваться но есть люди которые профессионально занимаются фотографией мы можно взять ученыша берем это живым интересный пойти вместе получить уроки а как выставляется свет а как она на самом деле они хотят быть как все а вот тут диктатура и вот диктатура а там и ссоры и начинаются проблемы потому что все делают так я хочу так почему ты лезешь ко мне посмотрели это все понятно но ты должна понять что либо ты соглашаешься что ты для ребенка никто соседка которая живет рядом и тогда это приемлемое отношение либо ты все-таки вспоминаю что как бы ты мама пока детеныш 18 лет не исполнилось ну блин ты за него отвечаешь тогда хошь не хошь и как бы тебе не было больно по тебе не было страшно набрать и делать но это моя позиция опять-таки в данной ситуации хотят все просто не всегда понимаешь больше от этого делания твоего пользы или вреда это я еще это каждый решает для себя сам это выбор не из хорошего и плохого а из сложного плохого вот так что разговаривали разговаривали и никакой сенсации не произошло все осталось так как в старые добрые времена первую очередь родители должны оставаться родителями они должны оставаться все-таки примером для подражания не должны оставаться хорошими воспитатель на предлагаю закончить на замечательном анекдоте да когда жена муж говорит друг моя жена стала говорить слова гаджеты но как-то медленно и по слогам гаджеты а может быть гаджи я вот теперь сижу и думаю что чтобы опять как бы пойти наладить и посмотреть но честно говоря я говорю мне вот просто не хочется даже вот лезть мне кажется подростка надо оставить самому варить и в конце концов но мы взрослые же тоже как бы всему все разные кто-то тоже постоянно постят вот этим в инстаграме и так далее кто-то этим не занимается но у кого-то на это есть время у кого-то нет и кто-то использует для работы кто-то использует для там сильно для обработки информации более удобному способу но это это каждый путь мы такие разные взрослые в общем-то из разных детей и подростков мы растаем но успешные взрослые на мой взгляд все-таки не сидят во всяких глупых и из пустого в порожнее все таки не переливают я по-моему даже это были слова стива джобса если я не ошибаюсь который сказал всегда будут люди которые создают не которые в них играют да с другими словами будет стадо овец и будут те которые будут направлять и самое смешное что эти же игры пишутся на тех же самых гаджетах но вот об этом надо помнить и я бы сказал только одно всем нам родителям не бояться ответственности своей не бояться посмотреть себе в глаза и сказать да мне страшно да мне больно да я потом буду рыдать не знаю как и уснуть не смогу но я должна взять ответственность за своего ребенка это касается не только гаджета глобально да просто гаджет это сейчас для деток наиболее удобное и легкое избегание избегания от реалии в ту реальность которая не пытается себе сам раньше надо было тупо надеть сандалики пойти во двор искать друзей чтобы стало весело сейчас сейчас это шаг пропадает потому что достаточно взять в руки и у тебя весь мир в кармане я тоже когда думала первая мысль была какая сказать а вот в нашем детстве мы там прыгали в резиночку играли волейбол и так далее но потом я задумался все конечно здорово но я не могла выйти одна и получить эту игру это одновременно выходила пол класса в один школьный двор и мы организовывали вот это вот ролевые какие-то игры которые естественно содержали достаточно большое количество людей детей и сейчас сложно найти я уже понимаю такое количество родителей которые думают также как бы с тем чтобы объединить этих детей не по уже не из класса а именно детей которые родители которых против сиденья в интернете а за волейбол на улице словно кстати это вот хорошая была бы идея если бы родители хотя бы даже фейсбуке даже среди вот подписчиков подумали об этом и может быть организовали это правда очень хорошая мысль это но ты знаешь что сейчас происходит дети встречаются одного возраста мы миллион раз это проводили эксперимент заходишь к ним в комнату каждый сидит поэтому на улицу друзья я искренне на улице они также могут сидеть один на гараже другого дать мячик поставить ворота папа поставить на ворота и маме с детьми девочками и девочками пойдет мне не просто так у нас сборная германии по футболу женская впереди планеты всей поэтому не надо девочки тоже могут в общем на этой радостной новости не новости что попробовать объединиться по какому-то принципу может быть возрастном может быть кто рядышком живет и сказать ну давай попробуем познакомимся давай погуляем вместе или просто ну я не знаю так друзья сразу мы говорим не давай попробуем мы говорим так мы одеваемся и идем играть футбол мы одеваемся и не надо давать ребенку выбор в эту ситуацию так не надо скажет я не хочу я не пойду и целый вагон арестантов почему она сейчас не может с мамой весело все-таки у тебя диктатура 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 ладно ребята в общем вы все поняли и я думаю этот разговор может быть бесконечным было бы здорово если бы вы написали в комментариях вопросы или свою точку зрения которую вообще может быть не подходит не под мою не под маринину и может быть еще какой-то вот аспект мы не учли которые было бы важно обсудить наши следующие передачи или особо корона таки от нас уйдет можно встретиться на лужайке с мячиками абадминтонными ракетками и так далее да потому что сейчас когда целыми классами отправляют на карантин и не так и так вынуждены там сидеть дома и общаться только по гаджетам это конечно все очень да кстати тоже хорошо вот сейчас говорю зло на вот тут на тебя взум занятий ну и чё говорить что это зло когда это способ сейчас кстати очень хорошо эта ситуация показала как здорово что у нас это есть и как плохо это пока что в германии настроено но это уже тема для другого репортажа о том как может быть с вами как и попросили уже когда-нибудь следующий раз поговорим о том как вообще вот режим дня для ребенка сделать в том случае если он сидит дома и не может идти в школу а ты мне не будешь рассказывать как тебе сложно это делать конечно именно поэтому я хочу об этом говорить диктатором меня не будешь называть будем будешь наш сертифицированный диктатор который расскажет как быть но может быть именно это кому-то и поможет потому что ты сейчас сказала а те самые вещи которые я все знала всегда но когда тебе говорят игру немножечко по-другому сформулировав и еще раз напомнив мне что я все-таки мама я ответственный человек и я должна как-то тут что-то делать а не просто закрывать глаза так ты сейчас опять может быть подумаю постараюсь что-то сделать спасибо тебе марин пожалуйста всего хорошего вам друзья до новых встреч друзья до новых встреч и я вам напоминаю если у вас есть вопросы марина может ну вот сейчас можно изоляция ответить вам наверное потом переписки или в телефонном разговоре но марина также может прийти к вам домой встретиться с вами лично поговорить с вашим ребенком и как бы какой-то там круг вопросов просто закрыть но это конечно чуть позже диктатор диктатор но это еще детский врач невролог с огромным стажем поэтому не забываем и хорошего всем дня всего хорошего